Привет друзья! Предлагаю вашему вниманию обзор на украинский сериал, под названием «Все не случайно». Но прежде чем мы продолжим, поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, будет много интересного. Итак, в семье бизнесмена Олега Полянского, казалось бы все прекрасно, красавица жена Анна сделала их дом образцовым, 15-летняя дочь Вари занимается престижным конным спортом. Но девочке не хватает материнского тепла, а Олегу – заботы и нежности супруги. Анна требовательно к дочери, хочет, чтобы на соревнованиях она всегда побеждала, и девочка изо всех сил пытается оправдать надежды матери. Однажды Варя падает с лошади прямо под копыта других наездников. Для ее спасения срочно нужна донорская кровь, но анализ ДНК показывает, что ни Олег, ни Анна не являются биологическими родителями девочки. Как такое возможно и что на самом деле произошло много лет назад? И смогут ли Полянские сохранить семью, когда встретятся с настоящей матерью Вари? Биография актеров – Прохор Дубравин Прохор Дубравин – российский актер театра и кино, которого прославила главная роль в сериале «Принцесса цирка». Там он играл под своим настоящим именем Виталий Ямашов, но позже решил сменить его на более эффектное. Это не помешало зрителям узнать артиста в других проектах и полюбить его мужественных, решительных героев. Детство и юность Виталий Ямашов, или Прохор Дубравин, появился на свет 18 июля 1976 года в городе Набережной Челны. Кроме матери, у него никого не было. Виктория Павловна работала на литейном заводе секретарем. Женщина воспитывала сына одна и неплохо справлялась с этим. В детстве Прохор не испытывал проблем с успеваемостью. Класс специализировался на физике и математике. Этим наукам Дубравин и собирался посвятить свою жизнь. Окончив школу, он пошел учиться в Камский политехнический институт и планировал после окончания вуза работать по специальности промышленное и гражданское строительство. Финансовое положение семьи не дало возможности осуществить задуманное. Будущий актер бросил институт после первого семестра и устроился работать к матери на завод. Там он трудился, штампуя огнеупорные кирпичи. Через полгода Ямашеву пришла повестка в армию. Высокого, рост 186 см, и физически крепкого парня распределили в воздушно-десантные войска. Прохор отслужил два года и вернулся домой в 1996. Личная жизнь личную жизнь Прохор устроил в 2003 году, женившись на актрисе Евгении Серебренниковой, избранница актера на 6 лет моложе, родом из семьи музыкантов. За годы совместной жизни супруги стали настоящими партнерами. Дополняя дружбу крепкой любовью, вместе они снялись в сериале Мавр сделал свое дело. Оба любили путешествия, жена нередко устраивала Дубравину поездки сюрпризы. Как сказано на официальном сайте Евгении, брак распался в 2013 году. На странице Прохора информации о том, что он развелся, нет. Детьми за 10 лет пара обзавестись не успела. Свободно ли сейчас сердце актера, неизвестно. Прохор Дубравин и Евгения Серебренникова инстаграм и страницу во Вконтакте артист пополняет неохотно. По опубликованным фото можно сделать вывод, что Дубравин любит спорт, дружеские компании и ратует загуманное отношение к животным. Актер носит свое нынешнее имя с апреля 2011 года. О том, что подтолкнуло на такой шаг, он ответил кратко в интервью, личное желание. Имя Прохор нравилось давно, особенно в сочетании с фамилией Дубравин. Фанаты нередко отмечают внешнее сходство Дубравина с артистами Ильей Шакуновым и Кириллом Сафоновым. У них действительно один и тот же типаж и схожая манера игры. Также в сети есть забавное фото Прохора в женском образе, в платье, парике и с макияжем. Поклонники единогласно решили, что он похож на Дмитрия Нагиева из сериала «Осторожно, модерн». Только дама в исполнении Дубравина мягче и не такая карикатурная. Театр. После армии Прохор несколько лет искал место в жизни, перепробовал много различных занятий, не раз менял место работы. В 1999 году Дубравин решил, что хочет стать актером, и подался в Ярославский государственный театральный институт, поступил на курс Вячеслава Сергеевича Шалимова. Чтобы глубже вникнуть в суть выбранной профессии, участвовал в постановках местного академического театра имени Волкова. В 2003 актер окончил учебу и отправился в Москву, где практически сразу устроился в театр киноспектакль, которому посвятил два года. Одновременно с этим Прохор начал сниматься в кино. Сериалы в молодости Дубравин дебютировал на телевидении в качестве ведущего детской передачи истории Старого чердака на канале Звезда. Одновременно с этим его пригласили на съемки в ряд сериалов. В сериале Адъютанты любви об эпохе Наполеона Бонапарта Прохор появился в эпизоде. Бухта Филиппа рассказывала о бывшем оперативнике, занимающемся расследованием убийства друга. Партнерами молодого актера по площадке стали Ярослав Бойко и Константин Хабенский. Затем последовали марш турецкого и бешеная, мелодрамы «Талисман любви» и «Не родись красивой». На широкий экран не попал короткометражный сериал с Прохором в главной роли, который сняли по поэме Александра Тихомирова, под названием «Зимние каникулы». На фестивале кинотавр картина завоевала гран-при в номинации «Короткий метр». Не получила заслуженную аудиторию мистическая драма «Несколько простых желаний», где компанию Дубравину составили Елена Подкаминская и Максим Аверин. Хотя сериал включен во внеконкурсную программу фестиваля «Зеркало» в 2021 году. Прохор Дубравин и Валерия Ланская в сериале «Женские секреты узнаваемости» первые упоминания в прессе принес сериал «Принцесса цирка», в котором Дубравин воплотил диаметрально противоположные образы и характеры персонажей. Братья Романовы выросли в одной семье, но один – любимчик, а второго если не шпыняют, то во всяком случае, рады отправить за границу, прикрываясь интересами бизнеса. Даже в отношениях с одной и той же девушкой у мужчин совершенно разные планы. Снискала положительные отзывы работа Прохора в драме «Вероника не придет», а когда-то популярной журналистке, доживающей век в доме престарелых. В главной роли снялась Римма Маркова, а Дубравин получил приглашение, потому что опоздал на кастинг. Режиссер искал как раз такого ветреного, ни о чем не переживающего молодого мужчину. Актер часто говорит о том, что любит съемки в экстремальных условиях, которые приносят адреналин и дозу приключений, которых не хватает в реальной жизни. Он не прибегает к помощи каскадеров, если понимает, что может выполнить трюк сам. Немного найдется коллег-артиста, которым процесс съемок в лесу, на воде или в подвальных помещениях приносит столько удовольствия, сколько Прохору. Этим и пришлось заниматься исполнителю роли повара в мистической драме «Закрытая школа». Это первый проект, где актер выступал уже как Прохор Дубравин. К слову, у его персонажа в сериале тоже два имени. В кадре компанию-артисту составили Юлия Агафонова, Агата Муценица и Павел Прилучный. Прохор Дубравин и Павел Баршак в сериале «Игра после выхода мелодрамы «Общая терапия злые языки» поговаривали, что у Ёмышева любовь с напарницей Анной Снаткиной не только в стенах студии. В этих сериалах артист продемонстрировал все грани таланта, перевоплощаясь в представителей совершенно разных профессий. Считается, что сменить имя – это попытка изменить биографию. В какой-то мере с Прохором это и произошло. Критики и поклонники отметили, что актер начал избирательно подходить к выбору ролей, стараться расширить амплуа. Картина «Механик», где Дубравин сыграл бескомпромиссного и жестокого киллера, сравнивают с одноименным боевиком с участием Джейсона Стетема. При этом отмечают, что в убедительности передачи характера героя «Россиянин» почти не уступает голливудскому коллеге. Столь же прямолинейный персонаж у Прохора в сериале «Игра». По сюжету актер ловит наемного убийцу, роль которого исполнил Павел Баршак. В втором сезоне герою приходится выпустить преступника из тюрьмы, чтобы спасти детей. С украинскими кинематографистами актер сотрудничал в остросюжетных лентах «Я подарю тебе рассвет» и «Полузащитник». В последний герой Дубравина, адвокат, но потому и полу, что сам имеет проблемы с правоохранительными органами, врет и попадает в разные ситуации. В счастье, по договору Прохор сыграл мужа женщины, решившийся на суррогатное материнство. В 2019 году на экраны вышел сериал «Иду спасать людей». В проекте Прохор Дубравин получил главную роль первого президента Азербайджана Гейдара Алиева. Помимо этого, актер был задействован в детективной драме «Идеалист» Сергеем Пускипалисом, в картине «Такая, как все» об издателе глянцевого журнала, заразившейся ВИЧ, и в сериале «Приставы», рассказывающем о методах работы борцов с неплательщиками долгов. Прохор Дубравин сейчас-сейчас актер занят в основном в телевизионных сериалах. В феврале 2020-го вышел новый сериал «Женские секреты», в котором зрители вновь увидели полюбившийся им творческий дуэт Прохора с Валерией Илонской. Режиссер Максим Мехеда назвал свою работу мелодрамой с социальным подтекстом. Еще одной новостью от артиста стало его участие в четырехсеринном сериале «Лабиринт», премьера которого состоялась в начале 2020-го на телеканале «Украина». Также Дубравин отметился ролью в сериале «Сильная ты», вышедшем на телеканале «Россия-1». Светлана Зильбетт Биография Светлана Зильбетт – актриса, создающая разноплановые образы в сериалах российского и украинского производства. Талант артистки позволяет зрителям славянских государств, переживающих непростой период в отношениях, забывать о разногласиях и следить за поворотами судеб ее героинь. Детство и юность актрисы родилась в столице Советского Союза в июне 1979 года. О родителях Светлана рассказывает мало, но известно, что ее отец Вадим Зильбетт на рубеже 80-х и 90-х годов 20 века возглавлял управление торговлей и путешестроя. Светлана Зильбетт в молодости с Александром Давыдовым, когда Свете исполнилось 5 лет, мать привела девочку в хореографический ансамбль «Буратино». В детстве Зильбетт была пухленькой, и хореографы ставили танцевать главные партии в постановках ее более изящных ровесниц. В 1989 году Светлана перешла в детский музыкальный театр юного актера и твердо решила связать биографию с лицедейством. В труппе Дмтю начинали артистическую карьеру Валерия Ланская и Николай Басков. В отрочестве артистка вела на телевидении передачи «А ну-ка, девочки!» и 440 Герц. Окончив школу номер 1113, Зильбетт поступила в ГИТИС на курс руководителя и создателя детского музыкального театра Александра Николаевича Федорова. Личная жизнь Светлана замужем за режиссером Дмитрием Гальдманом, супруг актрисы, сын художника Адольфа Исааковича Гальдмана, известного как книжными иллюстрациями, в частности, к собранию сочинений поэта Игоря Халина, отца-публициста и прозайка Арины Холиной, так и выставками в Третьяковской галерее, Русском музее и Эрмитаже. Светлана Зильбетт и Дмитрий Гальдман с детьми Светлана и Дмитрий воспитывают двоих детей и с 2013 года живут в Киеве. На фото иногда появляющихся в сети видно, с какой нежностью относятся друг к другу супруги. Дмитрий Адольфович поставил такие сериалы с участием жены, как Обручальное кольцо, Клан ювелиров и Райское место, а также трилогию о цыганке Ляли, Дворняшка Ля-ля, Красотка Ля-ля и Возвращение Ляли. Супруги стараются не смешивать личную жизнь и работу, дома не говорят о проектах, над которыми вместе трудятся. А чтобы обсудить нюансы исполнения ролей, актриса Зильбетт записывается к режиссеру Гальдману на прием. Театр и сериалы после окончания в 2001 году Гитиса Светлана влилась в труппу Московского театра имени Константина Станиславского и Владимира Немировича Данченко, на подмостках которого играла Наину в Руслане и Людмиле, Нэнси в Оливере и Титанию в комедии Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь». Из-за переезда в Украину Зильбетт больше не выходит на сцену. Причина простоя – недостаточно хорошее владение актрисой украинским языком. Впервые на экране Светлана появилась в образе безымянной заключенной в многосерийной ленте «Принцесса цирка». В 2014 году Зильбетт приняла участие в получившем высокие рейтинги сериала «Верни мою любовь». Главную роль виолончелистки Веры, влюбившейся взятие олигарха Орлова, в мелодраме исполнила Олеса Фатахова. В сериале снялись также звезды российского кино Алена Яковлева и Анатолий Лобоцкий. Светлана Зильбетт в сериале «По законам военного времени» в 2017 году сериалография Светланы пополнилась мини-сериалом «Двигатель внутреннего сгорания», воспроизводящим сюжетные коллизии гусарской баллады в условиях современного конструкторского бюро. В том же году Зильбетт создала запоминающийся образ живущей «На полную катушку Вероники» в сериале «Райское место». Светлана Зильбеттсейчес в декабре 2019 года состоялся премьерный показ многосерийной детективной драмы «Наследники». В сериале, кроме Светланы, блеснула игрой звезда крепостной Слава Красовская. В начале лета 2020-го телеканал «Домашний» представил российским телезрителям 16-ти серийную драму украинских кинематографистов «Выбор матери», в котором Зильбетт сыграла Тамару. Картина, рассказывающая о девочке, которую обижали мать с отчимом и которой решила помочь школьная учительница, интересно двумя фактами. Во-первых, в киноленте снялась матриарх советского и украинского кинематографа Адороговцева, в молодости участвовавшая в таких сериалах и сериалах, как «Павел Корчагин» и «Вечный зов», а также сыгравшая жену Андрея Туполева Юлию Николаевну в ленте поэма «О крыльях». Во-вторых, «Выбор матери» — это украинская адаптация турецкого сериала «Мама», являющегося версией одноименной японской многосерийной мелодрамы. Ольга Алексий биография Ольга Алексий — российско-украинская актриса, которая с завидной регулярностью мелькает на телевидении и успешно играет в театре. Свою большую популярность среди телезрителей она приобрела после того, как на экраны вышла военная драма 1941, позднее получившая продолжение. Однако Ольга не стала артисткой одной роли и запомнилась яркими образами в других кино и телепроектах. Детство и юность Ольга Алексий родилась в Киеве 17 сентября 1980 года в семье геодезистов. По национальности она украинка, а по знаку зодиака дева. Примечательно, что в юном возрасте девушка была очень далека от актерской профессии. Ее родители даже не могли предположить, что будущее дочери будет связано со сценой или кинематографом. Но у судьбы на этот счет были свои планы. Оля росла застенчивой, тихой и чрезвычайно робкой. Она училась в музыкальной школе и демонстрировала немалые успехи. Но вот отчетные концерты, которые дважды в год проходили на сцене, каждый раз были страшным испытанием для нее. Девушка настолько боялась выхода на публику, что ее руки начинали предательски дрожать. В результате играть она не могла. Выбор актерской профессии для киевлянки – это своего рода работа по преодолению своих комплексов и страхов. У нее были в наличии все необходимые качества, чтобы добиться успеха на этом поприще, запоминающаяся внешность, отличный слух и хорошая пластика. Ведь в юности, кроме музыкальной школы, девушка посещала хореографический кружок. Одно время Ольга подумывала о поступлении в Харьковский авиационный институт, но вестибулярный аппарат оказался у нее не таким выносливым, как было необходимо. Поэтому после окончания школы Алексия отправилась в университет имени Икарпенко-Карова. Девушка решила, что ей нужно побороть себя и доказать всем, что она может обуздать свой страх и преодолеть робость. Но тогда же она поняла, что в случае поражения больше не будет стучать в эту дверь и выберет другой путь. Оля поступила. К ее немалому удивлению, Алексий была зачислена сразу после экзамена по актерскому мастерству. Студентке довелось учиться на курсе талантливого режиссера и наставника Михаила Резниковича. В дипломной постановке Тартюфа она сыграла Дарину. После вручения диплома начинающая артистка была принята в труппу театра русской драмы имени Леси Украинки. Ее художественным руководителем был Резникович. Личная жизнь Ольга – человек многогранный. Она отлично фотографирует и осваивает игру на скрипке. Свободное время актриса любит читать, предпочитает классику и немецкую литературу. Чтение расслабляет ее и учит смотреть на жизнь философски. А еще Ольга обожает активный отдых. Она увлеклась верховой ездой и планирует записаться в конный клуб. Личная жизнь Ольги Алексий – это плотно закрытая для посторонних дверь. Общительная и коммуникабельная артистка не желает отвечать на вопросы о своих романах. Поговаривают, что они случались с партнерами по сериалам. Но, скорее всего, это только слуги. Так как актриса обмолвилась в интервью о том, что замужем. В браке пока нет детей. Муж для Ольги – главный критик в творчестве, к нему супруга обращается за поддержкой и помощью. Мужчина – коммуникабельный, открытый, способен выдержать бешеный график артистки. Много времени они проводят вместе, занимаясь различными хобби. Журналисты надеются, что однажды им удастся поймать пару в объектив фотокамеры. Тылом для женщины являются ее мать, отец, сестра и друзья. Свободное от работы время она вместе с семьей предпочитает проводить на море. Как утверждает артистка, она не любит общение через социальные сети, в том числе и Инстаграм, поэтому ее фото можно увидеть только на страницах открытых источников информации. Официальным сайтом для поклонников знаменитости стала ее группа во Вконтакте. Театр и сериалы «Творческая биография Ольги Алексий» в родном театре развивалась стремительно. От былой робости не осталось даже следа. Брюнетка с карими глазами, среднего роста, 168 см, при небольшом весе, со стройной фигурой, о которой свидетельствуют фото в купальнике, вызвала немалый интерес у режиссеров и зрителей. Поэтому она заняла свою нишу в национальном театре еще в молодости. До сих пор женщина выглядит младше своих лет, несмотря на то, что не применяла пластику для улучшения внешних данных. Киевлянка была задействована во многих имевших успех в спектаклях. Наиболее яркими из них оказались постановки «В плену страстей», «Госпожа министерша», «Маленькая принцесса», «Маскарад», «Доходное место» и «Сон в летнюю ночь». Кинодебют актрисы состоялся в 2007 году. Ее пригласили сыграть главную героиню в украинском сериале «Тормозной путь». За основу сюжета сериала взята история любви молодой девушки и взрослого семейного человека, которых сыграли Алла Юганова и Александр Сирин. Алексий перевоплотилась в родственницу главного героя. Ольга, Алексий и Никита Панфилов после выхода ленты «Карьера Ольги» в кино развивается стремительно. В том же году она сыграла в картине «Доходное место», а в 2008-м была задействована в многосерийных проектах «Неодинокие», «13 месяцев» и «Разлучница». Прорыв в карьере актрисы случился с выходом на экраны сериала трилогии «Валерия Шалыги» с говорящими названиями 1941, 1942 и 1943. Это драматическая военная лента о судьбах людей, о любви, которая трагически переплетается с военными событиями. Героине драмы далась артистке непросто. Это ее первая военная картина. Как позже призналась Ольга Алексий, она в свое время прочитала десятки книг о войне, но одно дело читать, а другое – прочувствовать на себе те трагические события и вжиться в роль. К тому же съемочный процесс был сложным. Например, в зимние месяцы приходилось играть летние сцены. А еще нужно было научиться стрелять, чтобы в кадре выглядеть естественно, а также сниматься в откровенных и постельных сценах. Во многом помогло то обстоятельство, что Ольге не пришлось раздваиваться между театральной и киноролью. Ведь во время съемок сериала 1941 Алексия играла в военном спектакле «Солдатики». Коллегами актрисы по драматической трилогии оказались звезды, среди которых Анатолий Катенев, Сергей Романюк и Ада Роговцева. После выхода военной ленты «Киевлянка» проснулась, если не знаменитой, то известной артисткой. Предложения от режиссеров, в том числе и на главные роли. Сыпались на нее как из рога изобилия. Зрители тепло приняли сериалы с Алексией Вера, Надежда, Любовь, Простая жизнь, Пленница, Личное дело. В 2015 году Ольга приняла участие в съемках художественной мелодрамы «Приговор идеальной пары». Ее партнером стал Кирилл Жандаров, известный российский актер. В картине были подняты темы женского счастья и его хрупкости, материнства и семейных ценностей. В том же году артистка сделала своим поклонникам еще один приятный сюрприз. На экраны вышла комедия «Пес», в которой Ольге достался образ скандалистки и грубиянки Елены Леонидовой. Такой характер актрисе довелось играть впервые, но она отлично справилась. Лента имела такой успех, что в 2016 году появилось ее продолжение. В сериале у героини Алексей начинается роман с персонажем, которого играет Никита Панфилов. Лена и Максим стали одной из любимых влюбленных пар российского и украинского телеэкрана. Однако не съемочная площадка, а театральные подмостки являются любимым местом для актрисы. На сцене она чувствует связь со зрителем. Это живой диалог и ощутимая энергия от зала. На вопрос, какая из сыгранных в кино ролей запомнилась Ольге Алексе больше всего. Она называет картину «13 месяцев», в которой перевоплотилась в балерину, влюбленную в героя Гоши Куценко. В этом российском проекте режиссера Ильи Наибрева-Киевлянке повезло играть вместе со Светланой Немоляевой, Марией Мироновой и Евгением Гришков-ЦМ. Зрители также выделяют главную роль актрисы в криминальном сериале «Преступление в фокусе», где ее партнером был Александр Давыдов. Героиня Катя становится спасением для баловни судьбы, над которым однажды нависает смертельная опасность. Немалый интерес у публики вызвала роль Кати Котовой в мелодраме «Приговор идеальной пары». Сериалография актрисы не переставала пополняться новыми проектами. Свидетельствуя об ее успешности, главную роль артистка исполнила в мелодраме «Доктор счастья». Героиня Ольги – молодая мама Варвара, новорожденный ребенок, который смертельно болен и нуждается в дорогостоящем лечении. Девушка встает перед выбором – отдать малыша в семью богатого любовника, который готов оплатить поездку в заграничную клинику, или самый бороться за его жизнь. В сериале также сыграли Антон Семкин, Валерия Ходас и другие. В 2017 году стартовал третий сезон рейтингового сериала «Пес», а также второй сезон мелодрамы «Подкидыши». 2018 принес поклонникам Ольги новую встречу с актрисой в многосерийной картине «Соломонова решения». В картине библейская притча о двух матерях и ребенке получила современное прочтение. В том же 2018 на экраны вышла мелодрама «Судьба обмену не подлежит», состоящая из четырех серий. В ней Ольга сыграла Анну, мать близнецов Али и Гали. Ольга Алексисейчес в июне 2019 года начались съемки пятого сезона сериала «Пес». А на экранах он появился в середине октября. Партнерами Ольги были Никита Панфилов, Михаил Жонин и Андрей Саминин. С июня 2020 года также ведутся съемки сериала, но уже шестого сезона. Алексей была замечена на съемочной площадке. Актерский состав остался прежним. Сейчас режиссеры Николай Каптан и Игорь Зобара интригуют поклонников картины. Они поделились, что в новом сезоне бороться с преступниками доблестным полицейским станет еще сложнее. Изменения также коснутся главных героев, которые покажут себя с неожиданной стороны для зрителей. Правда, когда новый сезон выйдет на экраны, неизвестно. В свободное от съемок время Ольга проходила кулинарные курсы по работе с тестом. Она оттачивала свое мастерство по приготовлению пасхальных куличей, которые печет каждый год на светлый праздник Пасхи. Татьяна Збруева автор, Дарья Левинская биография актрисы театра Ленком Татьяна Збруева продолжает дело знаменитых родителей, которые прослужили на этой легендарной сцене десятки лет. Ярко сыгранные роли, хвалебная критика и любовь поклонников уже позволяют говорить о большом будущем талантливой исполнительнице. Детство и юность предыстория рождения Татьяны – это роман двух любимейших актеров всей страны, Ленкомов ЦФ Александра Збруева и Елены Шаниной. Родители Тани познакомились в 1974 году. Збруев увидел Шанину на спектакле в Ленинграде, куда они с худруком театра Марком Захаровым поехали в поисках новых актерских талантов. Впоследствии Александр помог 22-летней актрисе получить место в столичном театре. А вскоре в репертуаре новенькой появились главные роли в ведущих постановках. Одна из них, Кончита Аргуэлья в музыкальном спектакле Юнона и Авось, принесла Шаниной звездную славу. Уже на момент встречи с Еленой Збруев был мужем популярной советской актрисы Людмилы Савельевой. И когда завертелся внебрачный роман, то не решился признаться супруге и всю жизнь разрывался между двумя любимыми женщинами. Елена родила долгожданную дочь Татьяну 4 декабря 1992 года в Москве. 55-летний актер признал малышку, но мать дала девочке фамилию Шанина. Даже после рождения дочери Збруев не ушел из семьи, хотя правда вскрылась, и было много обсуждений в прессе. Для Тани Александр Викторович стал приходящим папой. Я всегда была с дочерью искренней, ничего не придумывала, не врала. Благодаря тому, что ей никогда не морочили голову, она любит и папу, и меня. Она выросла в любви, признавалась в интервью Елена Шанина. Вскоре после рождения дочери актриса получила двухкомнатную квартиру, где они поселились с Таней. Девочка выросла в атмосфере искусства. Мать привела ей любовь к музыке, литературе, хорошим фильмам. Дочь Елены Шанина и Александр Збруева Татьяна Збруева в детстве в доме Шаниных часто бывали интересные гости, актерские семьи, с которыми дружила Елена Юрьевна. К примеру, семья Боярских с Ларисой Лупиан Шанина знакома еще со времен петербургского студенчества, а потом подружились и дети, Лиза и Таня. Будучи в постоянных гастрольных разъездах, родители актера иногда брали дочь с собой. В одной из поездок, в Израиле, Таня сильно заболела. Встревоженные папа и мама всю ночь после спектакля провели у постели ребенка, давая лекарства каждые 15 минут. Это произвело сильное впечатление на будущую актрису. Позже она призналась в интервью, что ощущала такую поддержку всю жизнь. Еще одно воспоминание детства связано с периодом взросления. Девочка росла эдаким пацаненком спортивного телосложения, невысокая, рост актрисы 164 см, благодаря чему забиралась на крыше и деревья в компании мальчишек. А вступив в подростковый возраст, вдруг резко изменилась, стала стеснительной, зажатой перестала говорить тосты за праздничным столом, хотя всегда любила это делать. Уйдя от привычных занятий, Таня погрузилась в чтение книг и изучение языков, английский и французский. Причем в последнем настолько преуспела, что делала художественные переводы книг. В 15 лет Таня поехала в Санкт-Петербург, где случайно оказалась на танцевальном показе подруги Лизы Боярской, которая училась на курсе знаменитого театрального режиссера Льва Додина. «Там я увидела студентов Льва Абрамовича невероятных, вдохновенных и осознала, что тоже хочу стать актрисой», — вспоминает Татьяна о поворотном моменте биографии. По словам актрисы, родители не влияли на нее в отношении выбора профессий, не отговаривали, но и не настаивали, и уж точно не предполагали, что дочь сделает такой выбор. Когда Таня призналась, что хочет стать журналистом, обрадовались. Девушка действительно сначала поступила в университет на журфак, а потом стала еще и студенткой ГИТИСа. Театр и фильмы в ГИТИС Татьяна Александровна Збруева, к этому времени девушка уже взяла фамилию отца, поступила со второго захода, выбрав мастерскую Валерия Гаркалина. Актриса с невероятной теплотой и благодарностью замечает, что первый в профессии учитель делал ей резкие, но справедливые замечания. На последнем курсе ГИТИСа Татьяна стала работать у Владимира Панкова в студии саундрама, сыграла в постановках Двор и Машина. А в 2014 году на дипломных спектаклях Татьяны побывал Марк Захаров, направив творческую биографию студентки в новое русло. От метро последовало приглашение в Линком. Дебют актрисы состоялся в роли фаншет в спектакле Женитьба Фигаро в тандеме с Дмитрием Певцеовым. Актриса Татьяна Збруева-Збруева называет этот спектакль одним из лучших в своей жизни. Девушка попала в него случайно, пришлось срочно заменить отсутствующую актрису. Что и как происходило в тот вечер, Татьяна выпустила из головы из-за переизбытка впечатлений. После успешного дебюта мэтр Захаров стал вводить дочь Александра Збруева и в другие постановки. Зритель увидел яркую игру молодой актрисы в спектакле Пюргюнд, где у нее была очень сложная акробатика, что заставляло каждый раз нервничать перед выходом на сцену. На игру дочери в маленьком принце Сергея Дичковского в театр Линком пришел посмотреть отец Татьяны. После увиденного сначала хвалил, а где-то через полчаса сказал «да». Не показывай в этом месте пальцем. Это был единственный совет, который Александр Викторович дал молодой исполнительнице. В 2018 году артистка дебютировала в кино, снявшись в короткометражном фильме Георгия Балдугерова «Пик коммунизма». Это послужило поводом для поклонников актрисы с нетерпением ждать пополнения фильмографии. Что и случилось, благодаря подключению Збруевой к касту сериала Бориса Хлебникова «Обычная женщина». Девушка искренне восхищается режиссером, потому и приняла предложение сыграть психолога, хотя изначально пробовалась на другую роль. Личная жизнь о том, что происходит в личной жизни любимой актрисы. Поклонники могут только догадываться, Збруева не афиширует ее ни в интервью, ни в социальных сетях, у Татьяны есть страничка в Инстаграме, а также профиль во ВКонтакте, где можно увидеть ее фото. Татьяна Збруева сейчас-сейчас артистка Збруева играет в труппе Линкома, не оставляет увлечений журналистикой и ждет предложения сыграть большую роль в кино. В театре же Татьяна занята сразу в нескольких постановках. Образ Джейн Сеймур актриса воплощает в опере «Королевские игры» по мотивам пьесы Максвелла Андерсона «Тысячи дней» и «Анны Болень». Збруева принимает участие в фарсе, основанном на произведениях Шекспира, Фольстав и «Принцу Эльский». Амар 2021 года стал для Линкома особенно знаковым. В театре прошла премьера восстановленного спектакля по пьесе Григория Горина «Напоминальная молитва», созданного в 1989 году. Главную роль Теви Молочников старой версии постановки играл Евгений Павлович Леонов. Как-то дома, собираясь именно на этот спектакль, мэтр упал и мгновенно умер. По рассказу Марка Анатольевича Захарова, зрители, пришедшие в тот день «Напоминальную молитву», несколько часов стояли с зажженными свечами у стен театра в скорбном прощальном молчании по великому артисту. Так, постановка превратилась в легенду. В новой версии спектакля, посвященного памяти его великих авторов, создатели постарались сохранить все лучшее и одновременно внести современные корректировки. Татьяне Сбруевой выпала честь перевоплотиться в дочь главных героев Цейтл. Алона Таль автор, Александр Неверов биография-биография израильской актрисы насыщенная. Помимо актерской деятельности, Алона Таль проводит время с близкими и следит за своей фигурой. Она делает все возможное, чтобы играть в ведущих фильмах и сериалах Лос-Анджелеса. Актриса Алона Таль Алона Таль появилась на свет 20 октября 1983 года в Израиле, в городе Герцлия. Девочка была не единственным ребенком в семье, у нее есть четыре сестры, две старшие и две младшие. Знаменитость имеет как американские корни, так и израильские. Ее религией является иудаизм. Желание стать актрисой у маленькой Алоны появилось еще с раннего детства. Девочка посещала школу искусств в Тель-Авиве, где изучила базовые навыки актерского мастерства. По законам Израиля после школы девушка два года прослужила в израильской армии. После военной службы будущая актриса перебралась в Нью-Йорк к сестре, где поступила в престижный театральный институт Листрасберга. Фильмы «Актерская карьера Алоны Таль» началась сразу после армии. Актриса записала два песни со звездой Израиля Subliminal. Также она играла в детской сказке в роли злой ведьмы и снималась в рекламе стирального порошка на местном телевидении. Позже девушка поняла, что в Израиле не сможет построить карьеру, и уехала в Нью-Йорк. Первые роли в Америке Алона Таль получила в сериалах C.S.I. Место преступления – дефективный детектив и детектив Раш. Девушка играла второстепенных персонажей и постепенно получала любовь публике. Первую главную роль актриса исполнила в израильском фильме «Быть звездой», который экранизировали в 2003 году. Кинокартина оказалась провальной, и рейтинги были низкими. 2004 год для актрисы стал прорывным, поскольку она прослушивалась на роль в сериал «Вероника Марс». Главную героиню выбирали между Алоной Таль и Кристин Белл. В последний момент режиссер выбрал вторую девушку. Однако израильская актриса не осталась незамеченной. И сценарист, увидев ее способности, написал для нее роль лучшей подруги героини сериала – Мэк Мэнинг. Таль снялась в 10 эпизодах проекта и стала знаменита на всю Америку. В 2005 году на телеэкранах появляется сериал «Сверхъестественное», который снимают и по сей день. Его рейтинги настолько высоки, что Дина и Сэма знают весь мир. В 2006 Алона Таль прошла прослушивание на одной из ведущих ролей сериала – Джо Харвилл. В проекте актриса работала 5 лет, и ее востребованность выросла. В 2011 году она в последний раз снялась вместе с Джинсеном Эклсом и Джаредом Подолеке. Также Алона Таль снялась в первом сезоне сериала «Менталист», который вышел в 2008 году. Девушка предстала здесь в роли Натали Эдре. В 2010 году выходит сериал «Милые обманщицы», события которого списаны с романов писательницы Сары Шепард. Кинокартина закончилась на седьмом сезоне в 2017 году. Израильская актриса снималась в многосерийном фильме, но во второстепенной роли Симон. Основными проектами карьеры Алоны являются телесериалы. Но в фильмах она тоже иногда снимается. Так, в 2007 году артистка снялась в фильме «Колледж», а через три года – в картине «Три дюйма». Эти проекты не набрали популярности, и публика их не заметила. Но в 2015 на телеэкраны выходит очередная часть фильма «Ночь живых мертвецов», «Начало», где Таль играет персонажа Келлен Купер. В 2018 году снялась в фильме «Дайвинг-курорт на Красном море». Премьера кинокартины состоится в 2019 году. Личная жизнь, личная жизнь Алоны Таль стабильна, ведь девушка с 20 лет состоит в отношениях с одним человеком. В 2004 году она познакомилась с мексиканским актером Маркосом Феррисом, а 5 июня 2017 он стал ее мужем. Молодожены сыграли свадьбу на родине актрисы, в порту Тель-Авива. Супруги живут счастливо и по сей день. 7 марта 2017 года у них родилась девочка Чарли. Больше детей у них нет. Алона Таль сейчас-сейчас знаменитость ведет активный образ жизни. В ее аккаунте в Инстаграме есть фотографии, которые доказывают любовь девушке к спорту. Она посещает спортзал и поддерживает спортивное телосложение. Актриса весит 53 килограмма, а ее рост составляет 163 сантиметра. Также Алона выкладывает снимки с моря, где она в купальнике. Таль обожает кататься на велосипеде, и это ее основное средство передвижения. У нее есть и электромобиль, который девушка редко использует. Актриса любит животных и старается продвигать акцию по спасению носорогов, слонов и тигров. Цель акции заключается в том, чтобы обезопасить зверей от браконьеров, которым нужны их рога и клыки. Алона Таль сообщала об этом в Твиттере и Инстаграме. Также она проводит много времени со своей семьей и активно занимается воспитанием дочери. Про актерскую карьеру Таль не забыла. Она работает над пополнением своей фильмографии и делает все, чтобы мастерство было выше. На данный момент ее состояние оценивают в 600 тысяч долларов Вячеслав Полунин автор. Александр Невера в биографии Вячеслав Полунин из тех, кто не стремится подражать кому-то в погоне за популярностью. Артист давно нашел уникальный стиль, и непохожесть ни на кого другого обеспечила ему не только известность на родине, но и мировое признание. Актер Вячеслав Полунин западные журналисты закрепили за Вячеславом звание лучшего клоуна мира и многочисленные международные премии и регалии. Лучшее тому подтверждение. Клоунада в исполнении Полунина превратилась в большое искусство. На шоу актера и его трупы приходят не за развлечением, а чтобы подумать, удивиться и замереть от восторга зрителей разных стран. Благо, язык пантомимы универсален и доходит до сердца без слов. Детство и юность Слава Полунин родился в 1950 году в Орловской области, в маленьком древнем городке Новосиля, где проживали едва ли 3000 человек. Его родители не имели отношения к творчеству. Мама Мария Николаевна занималась торговлей, а отец Иван Павлович состоял на государственной службе. Клоунадой мальчик увлекся еще в школьном возрасте, однако о профессии артиста не помышлял. В первую очередь потому, что родители считали ее несерьезной. Мать полагала, что сыну стоит идти в инженеры. Слава же с трудом мог сосредоточиться на том, что его не интересовало. На уроках часто витал в облаках или смешил товарищей пантомимами и ужимками. Самым большим впечатлением детства стали фильмы Чарли Чаплина, чью походку и манеры мальчик любил изображать во дворе, а позднее и на школьных конкурсах. Окончив школу, выпускник отправился поступать на актера в Ленинград, но обнаружились проблемы с дикцией, и конкурс Полунин не прошел. Послушавшись совета матери, решил учиться на инженера, но быстро понял, что не сможет изменить собственному призванию, и институт бросил. Став студентом Ленинградского института культуры, молодой человек в 1968 году собирает первый состав театра пантомимы лицедей. В интервью артист отмечал, что в те годы, пропитанные тотальной цензурой, заниматься свободным искусством можно было только в этом бессловесном жанре. Творчество мим театра лицедей занимался комической пантомимой и имел успех у ленинградской публики. А Полунин в молодости часами изучал в библиотеках книги по истории театра и немой комедии, чтобы знать о жанре все. За 10 лет существования трупа обрела поклонников и регулярно выступала, время от времени даже появляясь на телевидении. Вячеслав Полунин и театр лицедей, а си ся и настоящая популярность пришла в 1981 году, когда Слава появился в эфире новогоднего голубого огонька в образе оси сия, трогательного человечка в желтом комбинезоне, лепечущего милой непонятности. Так Полунин нашел своего героя, который стал любимцем публики на годы, а сам актер проснулся знаменитостью. Этот статус позволил мужчине проводить в СССР в 1980-е творческие акции. В 1982 году Вячеслав организовал мимпарад в Ленинграде, в котором поучаствовали сотни артистов жанра со всей страны. А в 1985-м в рамках фестиваля молодежи пригласил в Москву зарубежных легенд пантомимы Джанго Эдвардса и Франца Йозефа Богнера. В 1989-м состоялся фестиваль уличных театров «Караван мира», который на колесах объездил Европу, приобщившись к средневековой традиции ярмарочных народных театров. К тому времени лицедей поставили спектакли «Чурдаки», «Фантазеры», «Катастрофа». Любимым героем ожидаемо стал Аси Сяй, который фигурирует в миниатюрах Низи, Блю Канаре и других. Став знаменитым дома, Полунин отправляется покорять мир. И это артисту удается. Вячеслав Полунин и театр лицедей Низи в 1990-е годы Вячеслав живет и работает за границей, в том числе и в знаменитом канадском «Квайр Кведа Солей» – цирке Дю Солей. Он ставит собственные номера и постановки, снимается в кино, получает мировое признание как уникальный актер. Труды мастера высоко оцениваются в США, Европе и Австралии. В 2000-е годы Полунин возвращается к российскому зрителю с выступлениями, главным из которых считается снежное шоу. Тогда же мужчина возобновил работу Академии дураков, проекта по возрождению культуры карнавала. Под его началом в Москве построен корабль дураков, театрально-культурный центр славы Полунина. В 2013 году стал руководить большим цирком в Санкт-Петербурге, где проработал в течение трех лет. Лично я жизнь первую жену Полунина звали Галина. Они вместе работали в лицедеях и практически не разлучались, поскольку их объединяла семья и работа. Однако, когда Вячеслав встретил Елену Ушакову, первой супруге пришлось из труппы уйти. Лена появилась в театре в конце 1970-х. Хрупкая и женственная женщина напоминала японку и потому получила прозвище Фудзи. Свадьбу влюбленные не справляли, а поженились в попыхах, между гастролями и репетициями. Настоящее торжество состоялось только спустя 20 лет. К тому времени у пары уже было трое детей, сыновья Дмитрий, Павел и Иван. Парни, натуры творческие, и вслед за родителями пришли работать в их театр. Елена давно уже не просто актриса театра, а незаменимая помощница мужа, муза-идейная вдохновительница. Семья живет на несколько стран, у них есть квартиры в Санкт-Петербурге и Нью-Йорке, рабочие центры в Москве и Лондоне, дом в Париже. Это жилище Полунин называет желтой мельницей и обустроил как дом мечту, где все комнаты тематические. Есть специальная волшебная спальня для внучки Мии, где живут игрушки со всех стран мира. Вячеслав Полунин сейчас Вячеслав Полунин и сейчас продолжает жить интенсивной творческой жизнью и дает концерты в разных уголках планеты. Знаменитые снежные шоу, адресованные детям старшего и преклонного возраста, продолжают собирать полные залы. Обновленную версию выступления под названием Снежная симфония артист представил осенью 2018 года. В феврале 2019 москвичи в течение месяца могли наблюдать знаменитые действия на сцене театра русской песни. Вячеслав Полунин в 2019 году клоун не ведет страницу в Инстаграме, где принято делиться фактами биографии, свежими фотографиями и новостями из личной жизни. Однако мужчина открыт для публики. Известно, что Слава любит оставаться в зрительном зале после выступлений, чтобы общаться с поклонниками. Полунин охотно дает интервью Так, в октябре 2018 года стал гостем видеоблога Олега Меньшикова, где рассказал о новом шоу и поделился жизненной философией. Сохраняя российское гражданство, знаменитый артист большую часть года проводит в поездках по миру или в парижском доме. Будучи близнецом по знаку Зодиака, он и в солидном возрасте остается в постоянном движении и творческом поиске. Отзывы о сериале «Сериал все не случайно, драма со счастливым концом». Хорошо, что со счастливым, потому как весь сериал нагнеталось все, я была уверена даже в печальном исходе. Но посчастливилось увидеть хэппи-энд. Любовь преображает. Но в данном сериале не столько преображает любовь, сколько нелепой трагедии, сплотившей двух молодых людей. Так трогательно Лили ухаживала за Андреем, а стал бы он так для нее. Я сомневаюсь, если честно. Последние кадры сериала тоже умилили, потому что показали сначала один итог, а потом тут же, из ниоткуда, хэппи-энд. А есть ли на свете чудеса? Из мелочей складывается наша жизнь. Это правда. Из многих мелких случайностей. А может наша жизнь заранее предрешена и мы проживаем кем-то уже написанный сценарий. Во главе сериала «Человеческие ценности», «Любовь», «Семья». Главный герой Андрей чем-то напоминает актера Хабенского внешне. Лиля, симпатичная, но уж очень нейтрально сыграла свою роль. Безэмоционально, хотя, может так задумано было. Сериал смотрелся так, что у главного героя были все задатки похождений налево, а трагедия якобы переменила его. Вот бы все мужчины начали ставить семью и детей на первое место в жизни. Помечтаем. Прекрасный сериал с великолепным сюжетом и глубиной его подачи. Эмоции через края. И все это благодаря не только режиссерской задумке и работе оператора, но и великолепнейшей игре актеров. Особенно замечательно справилась с ролью Карина Разумовская. Не особо заметная в других сериалах, здесь Разумовская отлично проявила свой актерский талант в образе миловидной и любящей девушки, с сильной волей и характером, на долю которой выпали очень серьезные испытания. И только благодаря своему сильному характеру эта хрупкая девушка смогла спасти, казалось бы, абсолютно безвыходную ситуацию. А каковы эмоции? Потрясающе. Сюжет, друзья, довольно впечатляющий. Уже с первых кадров возникает интрига случайного знакомства, но ведь все не случайно. И далее по мере развития отношений двух влюбленных зрителю постоянно подбрасываются интересные режиссерские задумки, которые делают сериал насыщенным и глубоким. Пара Карина Разумовская и Иван Стебунов, безусловно, сложились в этом сериале в одну прекрасную мозаику. Экранная любовь у них получилась очень по-настоящему. А финальные аккорды сериала настолько хороши и трепетны, что впечатляющие натуры могут даже и прослезиться. Отдельно отмечу еще одну актрису в этом сериале. Это Екатерина Климова. Она великолепна в роли доброй стервы. Ее уверенные диалоги, женственность и игривая манера и легкость подачи себя, безусловно, заметны и интересны. Отличное кино с глубоким смыслом и великолепнейшей игрой актеров. Оно о настоящей любви и о чуде, имя которому – вера в себя. Особенность российских мелодрам в том, что ввиду их огромного количества и неприметных и похожих названий идентифицировать что смотрел, что нет, очень сложно. Потому я и наткнулась на сериал «Все не случайно» во второй раз. В принципе, не могу сказать, что сериал очень плох, но он не для отдыха и не для души, психологический что ли тяжелый. Не вызывающий положительных эмоций, а лишь раздражение к главному герою Лавелласу. Жизнь которого круто изменилась. Главного героя играет Иван Стебунов. Мне кажется, он и по жизни такой, наглый и циничный. Во второй раз я посмотрела сериал лишь частями, на ускоренной перемотке. Но кому такое нравится, советую. Вчера посмотрела очень замечательную мелодраму «Все не случайно». Сериал о неисправимом цинике Андреей об одинокой девушке, которая живет в мире бабушкиных грез и верит в чудеса, Лили. Их встреча произошла совершенно случайно благодаря просто обычному набору цифр написанных на салфетке. Но как оказалось, что все в нашей жизни не случайно. Даже те ничего незначимые цифры могут оказаться началом всей этой замечательной, трудной, сложной и интересной историей. Вот так судьбоносная случайность может изменить всю жизнь. И никто не знает, где именно нас ждет счастье или несчастье, так как в этом сериале будет все, и любовь, и ревность, и болезнь, самая главная – свадьба. Я просто очень люблю сериалы со свадьбами. Еще один момент сериал слезливый. Я лично еще час после сериала «Зареванное» ходила. Посмотрите этот добрый сериал, и убедитесь еще раз, что любовь может вынести любые испытания судьбы, ведь если есть любовь, значит у вас есть все. История о судьбоносной случайности, которая свела двух разных людей. Бабника Андрею и скромницу Лилю. Но злая судьба испытывает их отношения на прочности не раз, а много раз, и очень много-много раз. Но все будут счастливы и будут жить долго и умрут в один день. Наше украинское кино – это такое кино, что без слез не посмотришь, а если посмотришь, то нужно иметь очень крепкую нервную систему, чтобы выдержать эти розовые сопли в сахаре о верных женщинах с больным сердцем, которых выхаживают туповатых мужчин, которые с пьяных глаз попадают в аварию. Но ведь судьба она такая. Никто не сказал, чтоб. Удет легко. Надо любить, терпеть, и тогда бог увидит, что ты старяешься и пошлет тебе радость бытия и сотню маленьких детишек. Какой бред сумасшедшего. Сценарий хуже самого низкопробного сериала. Актеры бездарны, персонажа даже близко никто не потрудился прописать. Мне очень хочется спросить Сергея Полуянова, то есть режиссера этого шедевра зачем. Возможно это будет интересно тем, кто верит в вечную любовь, но я не понимаю зачем терять время на эту ерунду, если есть хорошие сериалы. Смотрела сегодня второй раз сериал «Все не просто так». Забыла, чем он заканчивается, так рыдала, что даже стала жалко себя. Можно ли что-то получить, если очень хочется, но запрещено. А если это что-то смертельно опасно. А если все равно хочется. А если хочется, так, что даже о смерти не хочется думать. Тут каждый ответит себе сам. Героине врач запретил иметь детей, сказав, что она не сможет выносить и родить ребенка, но она решила ослушаться. В главной роли Карина Разумовская, на мой взгляд, это самая женственная и утонченная актриса современности, вызывающая только позитивные эмоции. Всегда с удовольствием смотрю сериалы с ее участием, и в этот раз она не обманула мои ожидания. Ее партнер по сериалу Иван Стебунов, играет обычно Аболтусов, в этом сериале не менял своего амплуа. Снят сериал, превосходно. И режиссеру, и оператору хочется крикнуть, браво. Редко, когда под сериал невозможно есть и болтать по телефону или не набирать текст на компьютере. Вот под этот сериал я не смогла. Сюжет очень острый, в финале я ревела в голос, так мне было горько и больно. Настоятельно рекомендую смотреть тем, кто считает, что ситуация в их жизни хуже не бывает. Бывает, все зависит от желаний. Сегодня посмотрела этот сериал и хочу поделиться своими впечатлениями о нем. Сериал, конечно, не отличается оригинальностью сюжета. Но посмотреть можно. Посмотреть эту картину, в очередной раз задумываешься над тем, что в чудо, все же верить надо, ведь порой только оно и спасает, а еще надо всегда верить в себя и в свои силы, тогда даже невозможное станет вполне возможным. Весь сюжет этого сериала построен так, что на все воля случая, а на самом деле, ничего не происходит случайно. Главные герои случайно знакомятся, случайно попадают в аварию, из-за которой Андрей, главный герой становится парализованным, но именно вера в него его любимой девушке и в чудо ставит его на ноги. А потом он, будучи законченным циником, поверил в чудо и его девушка осталась жива и родила ему детей, хотя у нее был порог сердца. Вот так, иногда сказка становится явью. Вроде сериал из себя ничего особенного не представляет, сюжет не нов и не оригинален, но я честно скажу засмотрелась. Быть может потому, что близок к реальности. На днях решила посмотреть какой-нибудь сериал, остановилась на все не случайно. На название этого сериала я сразу обратила внимание. Нравится мне смотреть разные мелодрамы о судьбах и случайных совпадениях. Сюжет этого сериала очень банальный, о том, как главные герои случайно знакомятся и жизнь предоставляет им много испытаний, но несмотря ни на что, они смогли все выдержать, благодаря настоящей сильной любви, способной на многое ради любимого человека. Сериал довольно глубокий, смотрится на одном дыхании, искренне переживала за героев, до самого финала. Снят очень хорошо. Актерский состав отлично справился со своей задачей. В общем сериал с глубоким смыслом, суть которого заключается в том, что даже в самых безвыходных ситуациях стоит верить в чудеса. Рекомендую к просмотру всем любителям русского кино. Не так давно, достаточно прохладный осенний день, захотелось посмотреть какой-нибудь недолгий, но в то же время достаточно захватывающий сериал. И вот мой выбор пал на сериал все не случайно. И хочется сразу сказать, что я не пожалела. Наверное потому, что сериал попал под мое осеннее, грустное настроение. Начну с того, что на мой взгляд сюжет сериала довольно не заезжен, что особенно приятно. Сюжет таков, парень набирает случайную комбинацию цифр и попадает на номер молодой девушке, без которой в дальнейшем он не мыслит своей жизни, которая буквально поставила его на ноги и не бросила, когда опускались руки. Что касается игры актерского состава, то она просто отличная, лично я смотрела сериал и просто отдыхала, верила и переживала вместе с ними. После просмотра у меня не осталось впечатления, что я зря потратила свое время. Хочется отметить, что сериал все же больше похож на некоторую сказку. Но их так не хватает в нашей жизни. Так хочется верить в чудеса и во что-то доброе и светлое. Хочется, чтобы в нашей жизни было больше таких добрых и преданных девушек. Надеюсь, что данный сериал придется по душе и вам. Если же вы больше предпочитаете ужасы, боевики или блокбастеры, то я не уверена, что сериал вызовет у вас приятные впечатления. Я смотрела сериал все не случайно уже давно, он мне тогда очень понравился, прочитав на отзывике отзывы про него. Решила пересмотреть еще раз, и опять получила удовольствие от просмотра. Я люблю такие сериалы со смыслом, эмоциональные, когда за героев переживаешь до слез буквально. Этот сериал оригинален еще тем, что конца у него как бы два. Такое неординарное режиссерское решение. У этого сериала говорящие название все не случайно. Кстати, я и сама часто говорю, что случайностей в нашей жизни нет. Я считаю, что уже все предрешено и мы можем лишь откорректировать что-то, но глобально изменить навряд ли. Вот такой я фаталист. Этот сериал это ярко показывает, что наша жизнь состоит из мелочей, на первый взгляд таких незначительных, но на деле таких важных и решающих. Как судьба сводит вместе мужчину и женщину, два половинки одного целого. Ведь если рядом с ней или рядом с ним оказались бы в определенных обстоятельствах другие люди, все было бы совсем не так. Сюжет этого сериала пересказывать нет смысла. Скажу одно, этот сериал о настоящей сильной любви, способной свернуть горы ради любимого человека. И сила этой любви колоссальная. Рекомендую посмотреть сериал все не случайно всем поклонникам жанра мелодрама. Этот сериал я посмотрела недавно. Мне что-то очень скучно стало на работе. И людей было мало, а работаю я в компьютерном клубе. Полазила у друзей по видеозаписям и наткнулась на него. Но думаю посмотрю, какая разница, делать все равно больше нечего. Так вот, я не пожалела, что посмотрела именно его. Многие люди совсем не верят в чудеса и судьбу. А все-таки стоит задуматься над этим, все ли так просто. Жил парень, работал, не везло с личной жизнью, все не мог найти себе постоянную спутницу жизни. Пошел в кафе с другом отметить его день рождения и тут то все началось. С просто каких-то случайных чисел. Любовь и вера в себя спасут мир, нужно верить и надеяться на лучшее. Тогда так и будет, а если мы будем думать о плохом, плохое и будем притягивать. Также романтический сюжет доказывает, что настоящая любовь все-таки существует. И сможет преодолеть все препятствия, существующие на пути влюбленных. После просмотра я сидела и рыдала прям на работе. Крокодилия слезы лились от того, что люди просто поверили в себя и у них все получилось. И я просто была рада за них. Чудеса существуют. Смотрите и верьте в лучшее, наслушавшись восторгов от своих коллег женского пола, решила посмотреть, что же это за сериал такой, который так затронул их до глубин сердец и вызвал сколько эмоций. Я не люблю мелодрамы. Уж тем более нашего производства, ибо редко когда они могут впечатлить и похвастаться отличной игрой актеров. У каждого конечно свое мнение и мое может вызвать, как случилось у моих коллег, злость и негативные эмоции. Но я не поняла, чем так прекрасен данный сериал. Сюжет. Банальная для таких сериалов история со сказочной странной концовкой. Да еще и начало затянули, сериал начался со средины, так сказать. Да хочется верить в чудеса и всегда надеяться на лучшее, но много ситуаций в сериале оказываются именно сказочными. Да, то что девушка ухаживает за своим любимым после аварии и не бросает его. То что, он не может ходить и она носиться с ним как с ребенком, безусловно заслуживает похвалы и поучительно для тех кто смотрит кино. Это вдохновляет бороться и любить свою половину несмотря на то, что в жизни могут произойти вот такие кармические, нехорошие ситуации и радует то, что и в жизни таких людей хватает. Преданных и верных до конца. Но эта простота во всем сериале раздражает, безнадежный, начинает бегать, мертвая, оживает. И это все два с кусочком часа. С ней то не профессионально, много ляпов. Милая история похожая на сказку. Но и сказки нужно уметь снимать. Меня удивило то, что я девушка, которую легко можно впечатлить. Поэтому не смотрю вот такие сериалы, своих проблем хватает. Но в этом сериале, несмотря на эмоции персонажей, на такие трудности и борьбу с ними, меня совсем не задело за живое и слезу я не пустила. Игра актеров. Вот тут стала быть и вся беда. Игра актеров мне не понравилась. Хотя сам подбор актеров вполне хороший. Особенно очень хорошо подобрали героиню главной роли. Ее миловидная и приятная внешность так и излучает доброту. То, что необходимо в данном сериале, думаю это и вытянуло всю эту историю. Внешность героини, но игра ее и других героев. Там недобор, там перебор, хотя актеры не зеленые, не новички своего дела. Итог, мое мнение, не стоит время тратить на такой мыльный сериал, он не стоит того. Если хотите поплакать или посмотреть на человеческую преданность, есть масса сериалов, в которых играют от души и в которой цепляют даже с банальным очевидным сюжетом. А здесь, что снято бюджетно и плохо, что актеры как в спектакле, жизненные ситуации на которых делали акцент в сериале не впечатлили, все неестественно, наиграно и не вызывает достойных эмоций. Я не советую смотреть данный сериал, сказка для совсем слабых женщин или девочек подростков. Кроме того, для 2021 года, все как-то старомодно и напоминает больше ранее года как-то был период, когда меня интересовало все неизведанное, знаки судьбы, гороскопы и прочее. И я смотрела сериалы на эти тематики. Открыла для себя сериал все не случайно, заинтриговала название. А когда узнала, что там играют два моих любимых актера, Карина Разумовская и Иван Стебунов, я сразу же посмотрела. Лично для меня сюжет интересный и главный герой. Лиля, Карина Разумовская, старомодная девушка, которая из-за порока сердца не может иметь детей. Андрей, Иван Стебунов, успешный бабник. Судьба их сталкивает, с помощью случайного номера телефона, и тут начинается история. Советую сериал тем, кто любит мелодрамы. Всем добра, еще раз всем здравствуйте. Готовила сейчас обед и досматривала сериал все не случайно, который начала смотреть вчера вечером. Для начала небольшое отступление, на отзывике я нахожусь почти год. И, так как я большой любитель почитать и посмотреть сериалы, представляете сколько у меня за это время накопилось закладок на эти две темы. А раз закладочки давнишние, я уже не перечитываю отзывы по ним, думаю, раз отметила, значит что-то тогда зацепило. Вот потом-то мне и попадаются иногда сериалы, после которых я остаюсь в легком недоумении, зачем было их оставлять в закладках. К таким относится и картина все не случайно. Сейчас-то я вижу, что рейтинг у нее здесь не очень-то. Ну ладно, опишу вкратце сюжет. Молодой человек Андрей знакомится с девушкой по имени Лили интересным образом. Сидя с другом в кафе, они спорят на 100 долларов, что Андрей подойдет к любой из присутствующих барыш и не возьмет ее номер телефона. Девушка, который тот подступился со своей просьбой, нацарапала на салфетке телефонный номер, как ей тогда казалось, несуществующий. Андрюша взял да и позвонил. На том конце оказалась Лили. Вообще-то начало мне понравилось, да и молодые актеры были подобраны на роли неплохо. Лили Карина Разумовская, Мажор, Обратная сторона Луны, Андрей Иван Стебунов, Громовый, Тяжелый песок, Узнай меня, если сможешь, подруга Андрея Ксения и Екатерина Климова, Однажды в Ростове, Мосгас, Подарок с характером, но вторая часть сериала меня просто разочаровала. Мыло мыльное, где мои 17 лет, когда я смотрела только появившиеся на наших голубых экранах бразильские сериалы. Вот туда бы сюжет, то есть все не случайно прямая дорога. Хотя отдам должное артистам, они старались по-моему. Этот сериал я посмотрела в 2021 году и он заставил меня задуматься о многих моментах. Многие не верят в судьбу, но посмотрев этот сериал стоит задуматься, а все ли так просто в нашей жизни, как кажется. Жили люди спокойно, каждый со своими проблемами, мечтами, заботами и один день перевернул всю их жизнь. Лили знакомится с Андреем самых невероятным образом. После просмотра сериала многие не могут сдержать свои эмоции, настолько проникаются событиями. Несмотря на то, что актерский состав не состоит из знаменитых актеров, сериал стоит посмотреть. Очень добрый, романтический сюжет, который доказывает, что настоящая любовь все-таки существует и она преодолеет все препятствия на пути влюбленных. Все не случайно. Чудеса случаются. Этот сериал, один из моих любимых, пересматривала несколько раз, очень зрелищный и жизненный, со смыслом и также поучительный. Сюжет впечатляет и я бы сказала, тяжеловатый. При просмотре испытываешь сильное душевное волнение и в некоторых моментах выступали слезы. Посмотрев сериал, и правда думаешь, что в жизни все не случайно и какие бог не посылал бы испытания, их просто нужно выдержать и пережить, это может такая некая проверка на любовь. Герои сериала, парень и девушка, знакомятся чисто случайно и в итоге начинают жить вместе, и все хорошо пока в их дом не приходит беда. Снимаются хорошие актеры Иван Стебунов, Карина Разумовская, Екатерина Климова и другие играют отлично. Сюжет непредсказуемый. Просто суперский сериал, достойный пятерки. Сериал Сергея Полуянова все не случайно мне уже один раз довелось увидеть ранее, когда же мне напомнили о нем, то я разумеется пересмотрел его еще раз, ведь почти все актеры задействованы здесь, мои любимые. Иван Стебунов, последний уикенд, минус один, птица в клетке, Карина Разумовская, впечатлила меня еще в картине «Ветер северный», здесь тоже была великолепна. Иван Паршин, его часто можно заметить в боевиках, а в таком жанре видел его впервые, Екатерина Климова, только вчера говорил о картине «Я тебя никогда не забуду». Здесь смотрелось не хуже, Дмитрий Сутырин, Татьяна Ткач, в роли матери уже видел ее много раз, и другие, даже «Слынка» в эпизоде появилась. Прежде всего стоит отметить необычность сюжета, такие мне нравятся больше, дело не только в оригинальности, но еще и в непредсказуемости сценария. Есть даже некоторые комедийные элементы, хотя кино о серьезных вещах. А ведь действительно, иногда хочется верить в чудо. Хоть не все выглядит правдоподобно, но это совсем не мешает получить приятные впечатления от этой картины и насладиться великолепной игрой актеров. Кроме того, в сериале все не случайно есть глубокий смысл. А также поучительные сцены о том, как не стоит себя вести в определенных ситуациях. Музыкальное оформление и саундтрек мне тоже понравились. Так что поставлю я конечно отличную оценку. А порекомендовать все не случайно стоит тем, кто ценит в сериалах смысл и жизненность. Очень замечательный сериал. Смотрела на одном дыхании. Яркий и завораживающий сюжет о том, как случайно встретившись, жизнь связала двоих и предоставила им много испытаний. Но несмотря ни на что они смогли выдержать и пройти свой трудный путь. Эта картина заставляет задуматься о том, что каждый может преодолеть тяжелые жизненные моменты. Что человеческая душа, стремление и любовь могут сделать возможным невозможное. Она учит нас выносливости и состраданию. Рекомендую посмотреть всем. Очень, очень интересный сериал. Несмотря на простенький сюжет, я смотрела сериал все не случайно два раза. Сериал эмоциональный, смотрится легко, приятно, даже трогательно. К тому же я люблю актеров Карину Разумовскую и Ивана Стебунова, которые и внешне, и своей игрой очень подходят для созданных ими образов Лилии и Андрея. Молодые люди очень-очень разные, но каким-то совершенно случайным образом они встречаются и остаются вместе. Однако гладкой и спокойной жизни у них не получается. В простом по сути дела сериале есть повороты сюжета, есть горестные моменты, хорошие съемки, очень качественная актерская игра. Любовь, преданность и вера в возможность лучшего часто творят чудеса, и случайное оказывается вовсе не случайным. Так что этот милый и простой сериал имеет смысл и подтекст. Под влиянием различных обстоятельств, как благоприятных, так и наоборот. Люди могут изменяться, становиться сильнее и порядочнее. Сериал хороший, зрелищный, его можно смотреть с интересом и с гаммой разных чувств. Оцениваю его на хорошую оценку. Отлично не могу поставить, все-таки довольно обычная мелодрама. Здравствуйте дорогие читатели моего отзыва. Хочу рассказать про сериал «Все не случайно». В данном сериале рассказывается о случайном судьбоносном знакомстве главного героя Андрея с девушкой Лилией. Она не похожа на всех остальных его девушек. Знакомятся они по случайно написанному номеру. Андрей очень сильно влюбляется в нее и хочет жениться, но она боится сказать ему правду. Врачи запрещают ей рожать из-за порога сердца. Они просто встречаются, живут не думая о завтрашнем дне. Однажды попадают в аварию и Андрей становится инвалидом. Данный сериал мне очень понравился, показывает что все в жизни не случайно. Даже обычный набор цифр написанный кем-то может изменить нашу жизнь. А главное нужно верить и любить по-настоящему. Только тогда можно преодолеть все, что бы на вашем пути не происходило. Даже обычная сладкая вода может помочь сильнее, чем хорошее лекарство. Сериал снят хорошо, отличная игра актеров. Под данный сериал можно и поплакать в конце. Весьма неожиданно сделали концовку сериала. Когда кажется, что вот он печальный конец и вот чудо. Лишний раз можно убедиться, что врачи могут ошибаться. Главное нам самим нужно очень сильно захотеть и чудо может произойти. Советую посмотреть данный сериал всем, кто любит такие. Отличный украинский сериал с интересным, жизненным сюжетом. Достаточно тяжелый, он со счастливым концом. Посмотрев данный сериал, понимаешь, что в жизни может случиться всякое и судьба может так круто изменить твою жизнь не всегда в лучшую сторону. Но не стоит сдаваться, унывать. А главное нужно верить в чудо, ведь все наши мысли материальны. Конечно хочется, чтобы и в жизни все наши проблемы, как и в сериале, заканчивались хэппи-эндом. Многие сравнивают этот сериал со сказкой со счастливым концом. Но так хочется верить, что чудеса случаются не только в сериалах, но и в жизни. Смотрела с удовольствием, берет за душу, люблю такие сериалы. Все не случайно, это один из немногих русских сериалов, который пробирает до глубины души и оставляет след. И с таким хорошим актерским составом, он просто не может не понравиться. Все не случайно, это как добрая сказка про совершенно разных Лизу и Андрея. Она тихая, добрая, слегка наивная девушка, а он же наоборот наглый и циничный. Но что-то их притягивает друг к другу. И несмотря на все трудности, которые не случайны, они вместе. После просмотра этого сериала начинаешь верить в чудеса и в силу настоящей люблю. Ведь когда рядом с тобой находится твой любимый человек, который поддерживает тебя и не бросает в тяжелой ситуации, несмотря ни на что, ты начинаешь осознавать, что действительно в жизни все не случайно, и все те или иные события вели тебя к нему. Хочу поделиться с вами своими впечатлениями о сериале, который называется «Все не случайно». Жанр сериала – мелодрама, снятая в России. Продолжительность мелодрамы – полтора часа. После просмотра сериала начинаешь понимать, как важно верить в себя и в чудо, только в этом случае все задуманное обязательно исполнится. Сериал начинается с того, что главный герой в одном из баров города спорит на 100 долларов со своим лучшим другом. Для того, чтобы выиграть спор главному герою, нужно взять телефон одной девушки, сидящей за соседним столиком. Она согласилась дать ему номер телефона, но только не свой. Именно этот номер станет отправной точкой перемены в жизни героя, благодаря девушке. Давшая ему этот номер он обретет настоящую любовь, и никакие трудности и преграды не помешают стать им счастливыми. Главные герои сериала превосходно сыграли, даже можно сказать, прожили свою роль. Сериал получился очень жизненным, эмоциональным, в некоторых моментах сериала я даже прослезилась. Всем, кто еще не посмотрел этот сериал, настоятельно, рекомендую его посмотреть. Думаю, такой замечательный сериал никого не оставит равнодушными. Приятного и увлекательного просмотра. Впервые посмотрела этот сериал совсем случайно глубокой ночью по телеканалу ТВ 1000 и то не с самого начала. Перелистывала каналы по кругу и наткнулась на это кино, так как смотреть было больше нечего решила остановить свой выбор. Скажу честно, за время просмотра этого сериала я тысячу раз прослезилась, но слава богу все закончилось хэппи-эндом, иначе бы я этого не пережила. За время просмотра я как достаточно впечатлительный человек испытала такую бурю эмоций, и радости, слезы и смех, любовь и даже чудеса. Не часто встретишь столько всего в одной картине. Сериал полностью наполнен, не было незавершенных сцен. Сюжет сериала очень тяжелый. После своего неожиданного знакомства главный герой Лилии Андреев ждет большое путешествие в семейную жизнь, наполненную трагедией и любовью. Лилия является девушкой всю жизнь прожившей с бабушкой, верящей в чудеса, а Андрей является современным отвязным и циничным парнем. Спустя некоторое время проводимое вместе, после вечеринки влюбленные возвращаются домой и по дороге попадают в автомобильную аварию, которая для Андрея заканчивается больничной койкой и впоследствии постановки диагноза недееспособности и вечной привязанности к койке. Находясь в больнице у Андрея, Лилия встречает своего давнего товарища, который является врачом. Он обещает помочь Лиле в лечении Андрея, и соглашается посещать их дома и ставить уколы. Недолгое время Андрей, пролежавший дома не диване, начинает жутко депрессовать и толчком этому послужили постоянные приходы Лилиного друга врача, который, как кажется, Андрею пытается ухаживать за его девушкой. И в один прекрасный вечер он слышит, как в очередной раз пришел врач и откровенно говоря в прихожей прям за дверью начал уговаривать Лилю бросить этого инвалида, потому что тот поломает всю ее жизнь, а она ведь еще молодая. Но девушка наотрез отказывается от такого предложения в конечном итоге для Андрея все это заканчивается алкоголем и порезанными венами. После того, как Андрей приходит в себя после многочисленной потери крови, Лилия уверенно заявляет ему, что он встанет на ноги так, как она купила дорогое чудо лекарство. Конец сериала начинается тем, что в сцене показывают праздник, на котором собрались все друзья и родители и ура, Андрей стоит на ногах Лилии беременна. Вопреки тому, что в начале сериала в больнице ей сказали, что в связи с проблемами сердца она не переживет роды. Она рассказывает Андрею про чудо-воду с сахаром. Сцена про роды тоже оказалась тяжелой, Лилии констатирует смерть, но все же она смогла. И последняя сцена хэппи-энд, они вдвоем живы-здоровы и у них трое маленьких чудесных малышей. Игра актеров тоже очень впечатлила, все было так реалистично. При просмотре полностью погружаешься в мир кино. Сериал закончен полностью без всяких недомолвок и интриг. Смотрела этот сериал раза три точно, нравится сюжет, там про пару, которая встретилась абсолютно случайно. Всего лишь кто-то написал набор цифр, и это оказался номер телефона то единственный. И то, что в любой жизни есть место чуду. Хотя здесь немного походит на сказку, но ведь это кино и тут не должно быть все совсем плохо. Любовь на самом деле творит чудеса, только надо верить. Нравятся и актеры, особенно Карина Разумовская, по-моему ей только в таких сериалах играть и надо, в сериалах про любовь настоящую. Какая-то она наивна, добрая. Есть моменты, когда наворачиваются слезы. Поэтому если вы впечатлительны, тогда смотрите в одиночку, чтобы поплакать. Я вот смотрела одна, так как. Муж бы смеялся надо мной, потрясающий сериал про настоящую любовь. В жизни не часто такое увидишь. Очень интересный, от начала до конца смотрела с открытым ртом. Конец вообще убийственный, не неожиданно так. Вот что значит любить и верить в своего любимого человека. Правильно она говорит, если чего-то хотите очень сильно этого желать, то оно обязательно сбудется. Хотелось, чтоб такие случаи были не только в сериалах, но и в жизни. Советую посмотреть довольно-таки паучающий сериал. От конца будете в шоке. Побольше бы именно таких хороших и добрых сериалов про любовь. Смотрите и вы получите массу положительных эмоций и может быть кто-то для себя сделает выводы. Очень сильно заинтриговало название сериала, так как сериалы о случайных совпадениях всегда увлекали. Немаловажную роль сыграло и количество просмотров с положительными комментариями. Могу сказать, что сериал хороший и герои действительно случайно познакомились, их просто свела судьба. Интересное развитие отношений между молодыми людьми и опять случайность. И ты уже начинаешь думать, что все трагический финал. Но смотрите развязку сами, так как желание выключить не досмотрев до конца не было. Всем привет. Сегодня уже в который раз пересматриваю этот сериал и вот только сейчас выделила время на свое мнение. Я до сих пор под впечатлением, но осадок на душе остался такой знаете печальный. Сериал о судьбе двух затерявшихся душ, которые нашли свое счастье в друг друге. При просмотре я заметила, что напряжена. Два одиноких сердца нашли друг друга. Правда было все не так облачно, как это кажется на первый раз. Немного о сюжете. Один симпатичный парень решил познакомиться со своей будущей женой по-оригинальному, просто решил познакомиться со своей женой по-оригинальному, однажды позвонив по номеру телефона, который набрал можно сказать наугад. А вот что было дальше, если интересно, то посмотрите киноленту «Все не случайно». Все актеры сыграли великолепно, мне их игра очень была интересной и не скучной. Кадр четкий, качество отличное, озвучка, освещение на высшем уровне. Приветствую всех читателей моего отзыва. Решила написать свое впечатление от просмотра сериала «Все не случайно» украинский сериал 2021 года. Сериал показывает то, что в нашей жизни все не случайно. Случайно набранный номер совсем не случайен и окажется твоей судьбой, второй половинкой. О том, как минута может изменить твою жизнь к худшему и ты уже не можешь ходить. Но чудо может тебя спасти, стоит только сильно в это поверить, как главный герой этого сериала. Про то, что если что-то сильно захотеть, то это получится и не важно, что врачи ставили крест на том, что женщина не сможет родить детей. Большое желание, вера и любовь способны на многие. Хороший сериал. Рекомендую. Редко когда наши сериалы могут затронуть до глубины души, сериалу все не случайно это удалось. Прочитав синопсис сериала ты примерно складываешь себе в голове картину, что будет представлять из себя этот сериал. Сначала сюжет этого сериала действительно укладывается в твою картинку. Но во второй половине сериала происходит неожиданный поворот, и сериал совершенно искренне удивляет. Мелодрама. Более того, я бы сказала, драма все не случайно, прекрасная. Сюжет логичен, реален, хотя сказка и вера в чудеса тоже присутствуют. Поступки главных героев абсолютно реальны и адекватны. Иван Стебунов меня поразил здесь своей игрой, настолько достоверно сыграть не самую простую роль мог бы не каждый наш украинский актер. Ему удалось. Вся гамма чувств, эмоций, переживаний была отыграна на пять. Карина Разумовская, красивая девушка. Я видела ее до этого, она всегда играет, скажем так неплохо. Но тут я поверила ей на все 100%. Актриса передала все более муки ее героине. Самое главное их пара удалась. Я поверила в их сказку и любовь. Искренне переживала до самого финала. Редко в наших современных сериалах актерам удается создать химию на экране. Из минусов отмечу, пожалуй, только концовку. Если честно я ждала иное, да и на мой взгляд, сериал располагал совсем к другому финалу. Но сценаристы решили иначе. Я сразу обратил внимание на название сериала. Люблю всякие мелодрамы о судьбе и случайных совпадениях. Тем более рейтинг довольно-таки высокий, если учесть, что это украинское кино, а зрители всегда жестко критикуют наше кино. В принципе, и этот сериал можно раскритиковать с точки зрения банальности развития сюжетной линии. Но мне не хочется вредничать. Нормальная история получилась. Главные герои познакомились действительно случайно. Можно даже сказать, что их в самом деле свела судьба. А потом пошло то самое мыло, которое заявлено в жанре. В результате аварии Андрей получает паралич нижней части тела, а Лиле по состоянию здоровья не рекомендуется заводить детей. В общем, сами уже посмотрите, чем закончатся эти отношения. Для 2021 года картинка выглядит немного устаревшей. Я так полагаю, что причиной этому стал маленький бюджет. Хотя вполне возможно, что сериал снимали для ТВ, актеры тоже могли бы сыграть получше. Из всех персонажей мне только понравилась Карина Разумовская, сыгравшая главную женскую роль. Остальные как-то совсем не впечатлили. Но при этом не было желания побыстрее выключить кино, не досмотрев его до конца. Все-таки я ждал, что концовка будет трагической. Но получилась еще одна красивая сказка о любви с позитивным посылом. Суть которого заключается в том, что даже в самых безвыходных ситуациях не стоит терять веру в чудеса. Слащава, но почему бы и нет. Сказки тоже надо иногда смотреть. Нормальное кино вполне сойдет для одноразового просмотра. Честно говоря, это один из моих любимых сериалов. Но немного иронии не помешает. Дело в том, что когда я показала это кино своему мужу, он называл его сериалом о волшебных бабах. Это он так всегда шутит, когда речь идет о непонятных лекарствах. Хотя в целом сериал ему понравился. Мне кажется, это очень сильное кино, в нем хорошая игра актеров, настоящие переживания. Только вот плохо выдержан жанр. То ли драма, то ли просто мелодрама. Но это, наверное, чисто украинский недостаток, надежда на лучшее, несмотря ни на что. У нас даже драма должна хорошо закончиться. Сериал довольно глубокий, затронуты очень важные проблемы. Смотрится на одном дыхании. Смотреть всем любителям русского кино. Девушкам особенно. Наше кино. Именно наше. Потому что только украинский человек может снять сериал, полный жутких жизненных ситуаций, из которых не найти выхода, но который все равно закончится хорошо. И это я в хорошем смысле этого слова. Сюжет банален, легко забывается и не остается в памяти надолго. Но на вечер после просмотра, он займет ваши мысли и заставит поверить в исцеляющую любовь и чудеса. Карина Разумовская для меня актриса, однотипная. Ничего плохого в этом нет, в сериале она играет свою роль очень естественно и натурально. А вот Иван Стебунов очень удивил. Я вообще практически не видела сериалов с ним, но здесь поразилась. Удивительно. Но из него совершенно никакой неисправимый ценник его жаль с самого начала. И в его добрых глазах нет ни капли цинизма. Зато справился с еще двумя, можно сказать, ролями инвалида и счастливого жениха и мужа. Он просто на отлично. Честное слово. Благодаря его игре, я смогла прослезиться вместе с его героем, могла улыбнуться, согласно его мечтательной улыбке, когда все уже было хорошо. Эти слезы были настолько естественны, и я верила. Просто верила ему. В целом сериал, это современная сказка, но от этого он не становится хуже, и заставляет любить и верить в чудеса. Очень нравилась и по своей манере игры и внешне актриса, Карина Разумовская. Пересмотрела очень много сериалов с ее участием, но после очередной мелодрамы поняла, что она играет практически всегда бедных женщин, у которых в жизни не все в порядке. Может ее берут на главные роли мелодрамы потому, что она делает такое лицо, что всегда зрителю жаль ее. Все не случайно очень интересное название, начало тоже, средина более-менее на троечку потянет, но конец. Да он счастливый, но он очень уж слишком сказочный. Конечно надо верить, верить в чудеса, ведь они и вправду случаются. Может я посмотрела этот сериал не в то настроение, но он мне не понравился и второй раз наверное не буду пересматривать. Неплохой сериал, отличная актерская игра. Вот только с финалом, пересластили хэппи-энд. Конечно, любовь творит чудеса. Ставит на ноги парализованного, из того света человека возвращает. Но не заменяет слабое сердце на новое. Так что с рождением тройни явный перебор. В финальной сцене Лилия коляска – это потолок. Хотя для удовольствия зрителей вполне достаточно было бы и ее одной, встречающей мужа и дочь. В общем, трое детей отравили светлое впечатление от просмотра сериала. На протяжении всего сериала веришь-веришь в сюжетную линию. Отдаю должное актерскому мастерству. Сочувствуешь по поводу смерти Лилии. Возникает чувство светлой грусти. Восхищаешься отцовскими чувствами, какой молодец Эни сломался и дочь растит. И тут бац. Оказывается, все гиперхорошо. Куча детишек. Конец абсолютно нереальный. Переборщили со счастьем. Сериал не впечатлил. Какой-то очень сказочный получился. Как Лилия могла ожить, если уже время смерти записали. Даже если предположить, что это была клиническая смерть, то она длится пять минут. Неужели Андрей за пять минут завел часы, которые не мог завести полчаса. Даже если допустить, что ее оживили, то как она родила еще двух детей. Неужели ее все время спасали. Сказка да и только. Нереально трогательный сериал. Пожалуй, лучшая история, которую я видела за последнее время. Карина и Ван сыграли очень убедительно и так, что аж душа переворачивалась сначала, когда он был прикован к постели, а потом во время сцен в роддоме и люке. Наверное о такой любви мечтают все. Но чтобы она пришла в твою жизнь надо ко всему относиться как герои этого сериала с самопожертвованием. Готовностью быть вместе до конца, как бы трудно не было. Больше всего понравилась реальность некоторых эпизодов. Вот например, когда Андрей лежал парализованный на диване, а Лили за ним ухаживала. Если бы показали, что они по-прежнему воркуют как два голубка. А Лили ходит ухоженная красивая сама доброта, я бы и смотреть не стала. Но вот одного не поняла, как получилось, что Лили осталась жива, ведь вроде бы собирались время смерти писать. У меня нет медицинского образования, не пойму. Новости о сериале, все не случайно. Пять фактов о новом проекте в материале. Совсем скоро зрители увидят премьеру 16 серийной мелодрамы. А пока, знакомим с сюжетом и актерами истории, один. Интригующий сюжет. В центре истории, семья бизнесмена Олега Полянского. У них, казалось бы, все прекрасно. Красавица-жена Анна сделала их дом образцовым, 15-летняя дочь Вари занимается престижным конным спортом. Но девочке не хватает материнского тепла, а Олегу – заботы и нежности супруги. Анна требовательна к дочери, хочет, чтобы на соревнованиях она всегда побеждала, и девочка изо всех сил пытается оправдать надежды матери. Однажды Варя падает с лошади прямо под копыта других наездников. Для ее спасения срочно нужна донорская кровь, но анализ ДНК показывает, что ни Олег, ни Анна не являются биологическими родителями девочки. Как такое возможно и что на самом деле произошло много лет назад? И смогут ли Полянские сохранить семью, когда встретятся с настоящей матерью Вари? 2. В сериале сыграют хорошо знакомые и любимые актеры. Так, историю на экране воплотят Светлана Зельбет, Прохор Дубравин, Ольга Алексей, Ирина Кудашова и другие. 3. Зрителей ждут неожиданные сюжетные повороты и неслучайные случайности. Сериал показывает, насколько случайные и неслучайности могут изменить судьбы героев. Зрителям будет интересно следить за крутыми, непредсказуемыми поворотами на длинной дороге к счастью и сопереживать своим любимым персонажам, рассказывает креативный продюсер сериала Максим Бернацкий. 4. Чувственная любовная линия. Для Полянских судьба подготовила немало испытаний. Смогут ли они сохранить семью после того, как познакомятся с биологической матерью своей же дочери? И как изменится их отношение друг к другу? 5. Прекрасный выбор для просмотра в весенний вечер.